Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня не будет обзора на МС-1, не будет зацена, будет моя попытка разобраться с тем, почему эту машину сделали легендарной, почему ее канонизировали и почему многие отзывались о ней как о легенде Блица. Сейчас будем с этим пытаться разобраться, ну и кратенькая информация для тех, кто участвует в розыгрыше на моем канале, для этого необходимо подписаться, подписывайтесь прямо сейчас и пишите комментарии не менее 7 слов с указанием своего игрового ID и никнейма в игре на Евросервере, чтобы я мог зачислить вам подарочки. Ну а среди призов у нас, ребят, 30 дней према, у нас особый пропуск на август месяц, у нас одна из машин, согласно спискам, которые есть внизу, причем победитель эту машину выберет себе сам. Хотите узнать подробнее, переходите по вот этой ссылочке, плюс эту ссылку я обязательно добавлю в описании к видосу. Все очень просто, поверьте, разберется даже ребенок, ну и всем обязательно успеха и победы. Что касается МС-1, машина легендарная, вопросов нет, но ее сделали такой, ничего уникального в тачке по большому счету нет, время сведения, разброс, все это типично для машин второго уровня. Что касается бронепробития и урона, то тоже ничего выдающегося, угол склонения орудия вниз, минус 8, окей, да, хорошо, приятно. Что действительно хорошо, так это ДПМ в целых 700 единиц, и если посмотреть на вес самой машины, то играя против двоек, вы вполне спокойно, меньше чем за минуту, разберете такого, как вы, а может быть и двоих успеете разобрать, в зависимости от того, как бой сложится. Что касается возможности МС-1 в бою, очень часто его бросает к тройкам, и это делает машине неприятным. Ну что, попытаемся зайти в бой и попытаемся заценить. Ну что ж, друзья, меньше минуты понадобилось для того, чтобы попасть в бой, и меня это очень сильно удивляет, в последнее это время, а точнее в последние годы, наверное, разработчики-то упрямо не видят наличия в игре танков, начиная от 1 по 5 уровень включительно, и даже если раздают эти танки, то умудряются самостоятельно пропагандировать их продавать за голду. Ну не совсем, честно говоря, я понимаю данную позицию, и мне безумно грустно от того, что эти уровни на сегодняшний день не являются играбельными. Раньше-то можно было вполне спокойно зайти, поиграть, покатать, и никто особо не заморачивался над тем, на верхних ты уровнях или нет. Интересовала исключительно игра, интересовала веселье, и интересовало получение удовлетворения от игрового процесса. С пришествием товарищей многих на YouTube, с условиями их розыгрышей, которые они начали устраивать, с пропагандами, которые они начали проводить, игру превратили в существование всего лишь нескольких уровней, и в абсолютно непонятные отчасти для меня цели, ну и то, ради чего люди в бой заходят. Что касается MS-1, это, знаете, для меня лично до щемоты в груди приятные воспоминания. Это безумная грусть от того, что я не часто могу себе позволить зайти на этих машинах в бой, просто потому что сам заход в бой требует от меня огромного количества нервов и времени, ну и, соответственно, я больше чем уверен, что для других игроков то же самое. Что же касается ностальгии, то ностальгия есть, а ностальгия, ребят, знаете какая? Вот как ностальгия за тем, чтобы во дворе побегать с рогаткой. Вы в последнее время вообще во дворах видели трех девчонок, которые прыгают в резиночке или в классике? Вы когда-нибудь за последнее время видели ребят, которые бегают по дворам с рогатками и получают от этого удовольствие? Я ни в коем случае не пробокандирую рогатки, это, безусловно, небезопасная игрушка для любого ребенка, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я говорю вам о том, что веселье, оно находится не только где-то наверху во взрослой жизни в виде восьмых и десятых уровней, я говорю о наличии веселья где-то там в детстве, где-то начиная с первого и по четвертый уровень. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы разработчики вернули нормальный доступ к этим уровням. Если вы с этим согласны, обязательно пишите комментарии об этом и обязательно ставьте лайки данному видео. Я пытаюсь прожимать тему возрождения нижних уровней и мне очень нужна в этом ваша поддержка. МС-1. Далеко не машина смерти, безусловно. Что-то прикольное фановое есть, но чтобы сказать, что прям машина нагибающая, нет. Почему говорю именно так? Итак, я люблю песочные танки, мне очень нравятся нижние уровни. Мне очень хотелось бы, чтобы была возможность получать удовлетворение вне зависимости от того, на какой уровень ты заходишь, точнее на каком танке ты заходишь в бой. И, соответственно, я люблю МС-1 точно так же, как и многие другие песочные машины. Но я не разделяю абсолютно понятие того, что МС-1 это прям имба. Легенда, да, окей. Но почему легенда? Он ничем не выдающийся. Просто потому, что его таким сделали. Может быть, история МС-1 перекочевала из больших танков в Блиц. И вот те ребята, которые помнят МС-1 конкретно в больших танках, они перетянули всю эту историю в Блиц. И здесь его проталкивали вперед. Но просто поверьте мне на слово. Есть машины, которые действительно крутые, которые действительно кардинально отличаются от других машин на своем уровне. Имбы. По-другому их не назовешь. Возьмем тот же самый Т-18 телевизор. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому, друзья мои, я и утверждаю, что МС-1, как бы я долго не пытался разобраться с этой машиной, он не является имбой. И он, по моему скромному мнению, превознесен на первое место среди песочных танков и выставлен как эталон машиностроения песка исключительно искусственно. Ничего такого выдающегося в нем нет. И лишним подтверждением тому является факт раздачи данной машины всем желающим варгеймингом в свое время. И многие ребята умудрились даже продать данную тачку за, ну уж простите, за бедность речи, какие-то паршивые 25 золотых монет. Именно столько стоит машина, всего лишь 25 голды. Согласитесь, лучше оставить себе данную тачку в коллекции, чтобы она периодически радовала глаз. А глядишь, когда-нибудь разработчики вернут возможность еще и кататься на них. Досматривать бой не будем. Мне просто хотелось выехать вместе с вами на данной машине. Мне просто хотелось на ней покататься и не более того. Ну а разобраться, в чем же все-таки он настолько крут, я так и не смог. Пишите свое мнение в комментариях, если вы его имеете. Я стараюсь специально для вас и побежал снимать следующее видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok